Здравствуйте! В эфире программа «7 минут». В гостях у меня сегодня Андрей Новиков, мануальная терапевт медицинского центра «Вера». Андрей, здравствуйте! Ну вот, наверное, в первую очередь, расскажите, пожалуйста, что такое вообще мануальная терапия? Ну, мануальная терапия – это метод лечения организма, не только позвоночника, но и внутренних органов, и суставов, и в том аспекте, который я представляю мануальную терапию, а именно прикладная кинезиология, это и обменные процессы, и работа кишечника, и работа эндокринной системы, и многое-многое другое. И даже психологические есть методы воздействия на организм, который мы применяем. То есть к вам можно обращаться не только, если вдруг где-то что-то защемило, и надо вправить, да, но и просто, наверное, если хочется быть здоровым и красивым. Ну, перечень заболеваний просто достаточно широкий, и даже если пациент обращается с болями в спине, то по мере диагностики причин заболевания мы уходим и в работу кишечника, и в эмоциональную сферу, и работу всех суставов, и копчик, и травмы старые, операции. Много-много-много вопросов приходится решать, чтобы убрать там банальную головную боль или боль в пояснице. Ну, вообще, на самом деле, вот вы мне практически сейчас Америку открываете, да? Вот скажите, ну, чаще, наверное, просто люди приходят, если что-то где-то надо вправить, спина болит, а потом уже все из этого вытекает или как? Ну, да, то есть в представлении людей мануальная терапия – это на уровне костоправа. Пришел, похрустели позвонками, вот, все на место встало, и все на этом лечение закончено. По более новым представлениям причина вот того, что выходят позвонки, она более широкая, более глубокая. И помимо того, чтобы вправить позвонок, нужно, чтобы он еще там стоял долго и никуда не смещался при бытовых нагрузках. Ребенка отнести, сумки из магазина, шнурки завязать. Поэтому более углубленное исследование причин болей у человека, она позволяет увеличить длительность ремиссии на более долгое время. Вот вы произнесли такое словосочетание, я записала. Прикладная кинезиология. Что это такое? Скажите, пожалуйста. Есть наука о движении. Это кинезиология. То есть она изучает все аспекты двигательной деятельности человека. И в том числе есть так называемая рефлекторная активность мышц. Все мы знаем коленный рефлекс. Стукнули по коленке, нога дернулась. Это вот простейший рефлекс. И на основе вот этого рефлекса было создано мануальное мышечное тестирование, которое исследует работу не только мышечного рефлекса, но и сухожильного рефлекса, рефлекса с внутренних органов, болевые рефлексы и прочее. Прочее, которые позволяют многогранно посмотреть на функционирование человеческого организма и выявить те нарушения, которые не дают правильно функционировать опорно-двигательным аппаратом, внутренним органам, ну и практически всем системам организма. То есть это вот банально. У меня была такая ситуация, болела коленка, оказалось, что болит спина. Может быть и спина, это может быть и кишечник, потому что мышцы, которые окружают коленный сустав, они очень-очень сильно связаны с работой кишечника, тонкого, толстого, желчного пузыря печени. Поэтому может быть причина от этого. А может быть выходили на каблуках и где-то подвернули голеностоп, и колено теперь болит от того, что связки голеностопного сустава растянуты, и коленка как бы компенсирует те нарушения, которые возникли давно-давно. То есть причину нужно искать? Причина каждый раз ищется и индивидуально, и у всех, у всех по-разному часто бывает. Вот если мы говорим про прикладную кинезиологию, да, вот вы говорите о работе кишечника, внутренних органов, то есть я так понимаю, что можно прийти и не просто что-то вправить и узнать, где что болит, но еще, наверное, и как бы похудеть, да, привести себя более в красивый вид благодаря всему этому. Ну, в принципе, да. Конкретно я похудением не занимаюсь, это занимается у нас другой доктор в медицинском центре Вера, она очень долго специализируется на этом, и у нее неплохо получается. Я же ей помогаю в плане нормализации обмена веществ. Например, с помощью прикладной кинезиологии мы можем протестировать те продукты, которые организм не может переварить, да, а если это плохое переваривание, то это процессы гниения, брожения в кишечнике могут усилиться. На фоне вот этих процессов количество токсинов в организме увеличивается, да. Еще с 19 века было известно, что женщины перед балом делали себе очистительные клизмы, дабы лучше выглядеть, чтобы цвет лица был более свежий и приятный. Поэтому, занимаясь именно подбором диеты и нормализацией работы кишечника, да, мы улучшаем внешний вид, вот, способствуем тому, что процессы похудения, поддержания формы, ну, гораздо легче человеку справляться с этой проблемой. То есть все вот эти вот штампы, что, да, нужно кушать овощи, а там сладкое кушать нельзя, это вот как бы штампы. И для каждого человека непереносимые продукты, например, они могут быть вот сугубо индивидуальными. Они могут быть сугубо индивидуальными. То есть у кого-то это мясо. Допустим, мясо свинины плохо переваривается, а индейка хорошо. Вот. Или шоколад, сахар плохо переваривается, а сало хорошо. А бывает, что у сахара шоколад хорошо переваривается? Ну, очень часто шоколад, кофе. Плохо переносимые для организма. Чаще всего вот такие вот вещи выскакивают. Но мы можем не просто протестировать, но мы можем провести еще и лечение коррекции. То есть мы кладем продукт, который плохо переносится пациенту на язык, да, и с помощью своих тестов мы выясняем, вот этот продукт печень плохо переваривает, этот толстый кишечник, потому что у него дисбактериоз там. И с помощью, опять же, методов прикладной кинезиологии можем провести коррекцию, чтобы система лучше справлялась с этими продуктами. Иногда это удается, иногда в случаях истинной аллергии приходится полностью отказываться от этих продуктов. Когда люди обращаются для того, чтобы все это выяснить? То есть, да, какие-то подозрения нужны быть или что вообще как? Поскольку я все-таки числюсь официально мануальным терапевтом, да, больше ко мне обращаются с проблемами, вот именно с болями в суставах, в позвоночнике, вот, а параллельно мы уже тогда им говорим, что у вас вот возможно такие проблемы, такие, и они соглашаются, да, у нас есть эти проблемы. И тогда уже по сарафанному радио они знают, что этот мануальный терапевт занимается не только позвоночником, но и еще проблемами обмена веществ. И вот часто приносят аллергичных детей, у которых либо на материнском молоке, либо после дачи прикорма начинаются всякие диатезные высыпания. Вот. И тогда мы можем подобрать диету маме, мы можем протестировать детское питание, которое лучше давать, и которое лучше не давать совсем. И, ну, опыт уже достаточно большой, и это в значительной степени уменьшает у ребенка и вздутие живота, и вот эти вот колики их кишечные. Дети становятся более спокойными, лучше спят, лучше кушают, лучше прибавляют в весе и так далее. В общем, нужно следить за своим здоровьем и обращаться, если что, в медицинский центр Вера. Что еще, кстати, там можно найти? Ну, медицинский центр Вера накопил большой опыт именно вот в коррекции проблем со сбыточным весом. Поэтому профессионалы, которые занимаются этими вопросами, имеют опыт почти что 20 с лишним лет. И подбор диеты, и нормализация обменных процессов методом иглоукалывания, методом суджок. Так что приходите, мы вместе с вами поможем. Ну, учитывая, что пляжный сезон, мягко говоря, не с горами, я думаю, нужно обратить на это внимание. Спасибо вам огромное. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня был Андрей Новиков, мануальный терапевт медицинского центра Вера. Это программа «7 минут». Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»